Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Ну что, вначале хочется рассказать о том, как же идет выход у наших мальчишек, у Сергея и Андрея. И знаете, что отрадно отметить, у них начали выходить уже на выходе полу, так сказать, разложившиеся аскориды. Несмотря на то, что голод был сделан далеко неправильно, но тем не менее, даже и это сработало, так как был голод слишком длителен. Ну вот посмотрите, у Сергея, ну вот он присылал какие фотки. Видите, вот это вот как раз разложившиеся аскориды. Вот так они разлагаются и выходят в виде такой вот слизи. Вот, 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 вот оно, вот они эти все пленки, то есть оболочки еще остаются. Плохо, конечно, что такой унитаз, все там смывается. Но тем не менее, вот она, вот такая вот бякакака выходит. Посмотрим, что у Андрея. У Андрея вот такое вот выходит. То есть вот такие вот. Вот, разложилось. Оболочка осталась. Ну и в целом, вот что пишет Андрей. Топ раздоровится, шестой день выхода. Что он тут начал? В 5 часов уже 150 грамм свекольного яблочного сока выпил. В 8, почти в 9 утра, 200 грамм арбузной мякоти, шпаренный кипятком. В 11.30 тварь шиповника с кленовым сиропом. В час дня салат на основе капусты, богарского перца, макове. Средняя чашка овощного супа с проросшим зерном и немного гречки. Все вместе, 300 грамм по массе. В 3.30 дня опять начался жор. Съел много сырых и вареных овощей. То есть это шестой день выхода, чтобы вы знали. Так как человек не поработал над узнаванием своего собственного организма, его реакции на голоди, не был подготовлен соответствующим образом. То есть суток надо начинать. Но об этом говорил уже. Значит, что там? Съел овощи. Это после 19-суточного голодания. То есть шестые сутки. Выходы идут после 19-суточного голодания. Значит, овощной суп гречневая каша. Все вместе грамм 14, не меньше. Потом все это почти вырвал. Вечером на 5 пил сок. На пятый день я тут вижу овощной суп. Все это там вовле съел. Больше 450 грамм всего, что писал. Началась отрыжка. На пятый день вырвал все съеденное. Потом опять пил свекольный сок с яблочным грамм 400. Потом чай ромашки и так далее, и так далее. То есть о чем это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что организм уже сам начинает, так как он не может все это усвоить. И знаете, это даже хорошо, что вот пища жидкая, но поступает в таком большом количестве. Даже свежее. Вот свежие соки и так далее, и так далее. Когда организм не готов все это дело усвоить, переварить, то как раз и возникает то, что он пытается от всего этого избавиться, что на него становится буквально таки ядом. Он это все вырывает. Все это говорит о том, что неправильное проведение было голодание, неправильное, тем более выход голодания. Ну и вот такие вот вещи. Вроде как боли в желудке и в почках там, а в печени и в почках прошли там у Андрея. Ну вот, стоит ли так голодать, чтобы такое получать? Что касается Сергея, у него идет уже третья неделя восстановления. Имеются, естественно, свои собственные проблемы. Ну, правда, он держится на кислом молоке и более-менее, так сказать, чувствует. Вылазят разного рода эмоциональные зажимы, недовольство, раздражение и так далее. Ну, то есть, все это так, как и должно было быть. Отрадно отметить, что на голоде, на голоде, который достигает 20 суток и далее, вот где-то с 20-х там примерно суток, начинают создаваться в организме условия, которые уничтожают разного рода паразитов. Начиная от бактерий, грибков и кончая уже большими паразитами, типа, значит, аскорид. Организм как, знаете, как хозяин, радушный хозяин, который позволил на своей территории из-за того, что у него есть обилие, это очень важно, некая обилие, значит, поселиться разного рода там, животинкам разным. Но как только на голодании это изобилие заканчивается, и организм превращается, можно сказать, в диктатора, который подчищает все, ему самому нечего есть, и он начинает, создаются такие условия, он начинает уничтожать все. От бактерий, грибков, вирусов и так далее, плод до всех этих гельминтов. Все, все разрушает, все. Все, частично может он даже их и сожрать, но частично вот так просто, просто, значит, выводит из себя. И, кстати, и на то, чтобы вот как раз Сергей жаловался, что у него вот присутствует сладкий привкус там гноя, еще чего-то, что-то в животе и так далее, не всегда находятся силы у самого организма для того, чтобы это выбросить. Поэтому здесь надо помогать очистительными клизмами именно на голоде. Ну, а на выходе, на выходе, будем говорить, используя такое питание, минимальное, чтобы он мог его усвоить. И ни в коем случае оно не превратилось, будем говорить, в отраву, которую потом надо как-то выводить из организма. Типа рвотой или еще какими-то такими вещами. Вот поэтому смотрите школу лечебного голодания, изучайте свой организм. В противном случае вы можете получить вместо ожидаемого такого, знаете, супер, какого-то омолаживающего эффекта, вы можете нажить такие заболевания, от которых потом вы можете не избавиться всю оставшуюся жизнь. Потому что надо знать, как от них избавляться. А вы, ожогшись на голоде, все это дело забрасываете и так далее. Ну вот кратко о наших мальчишках, которые отважились голодать, пожинают плоды. Бывают и рвота, бывают и какие-то эмоциональные потрясения, бывает и жор, бывает там еще что-то, еще что-то и так далее. И в виде боли. Да, кстати, вот я сделал комментарий и поймал себя на мысли, что я не злорадствую. У меня все это было. И было неоднократно. Я вам рассказывал, что мне пришлось там поголодать сколько там где-то лет? Пятнадцать? Поучиться. Для того, чтобы отголодать сорок суток. Так вот, за эти пятнадцать лет большинство моих голоданий были примерно с такими вот эффектами. Непонимание процессов, которые происходят на голодании, непонимание реакции своего организма, все это приводило к подобным ошибкам. Почему я и заостряю ваше внимание. У меня все было. У меня был и жор, у меня были там и рвоты свои, у меня было тоже плохо на выходе. У меня рассасывалась эмаль на зубах во время выхода. Вроде, ох, отголодал, все, тара-та-та-та. То есть, все было. И для того, чтобы потом вот этого не было, буквально такие вот суточки, начал исследовать свой организм. И я понял, прежде чем пытаться отголодать вот такие вот большие сроки, научись правильно питаться, научись умеренности, научись самоконтролю. И вот тогда будет получаться вот о чем я вам и хочу сказать.